В большинстве телевизионных компаний основная студия – это в основном студия новостей, потому что самое главное, что рассказывают по телевидению, это именно как раз новости. Вот студия новостей, телекомпания «Видное ТВ» как раз находится здесь. Экскурсия по телеканалу началась со «Святая святых» – студии, где происходит самый яркий для телезрителей процесс. Именно в студиях записывают новости и программы. Например, авторские передачи Олега Федорова «Все грани меча» и «Квартирник». А совсем недавно на «Видное ТВ» появился новый павильон с хромакеем. Зеленой тканью, которая позволяет создать позади человека в кадре абсолютно любой фон. Зеленкой, именно так называют хромакей-журналисты, вызвала особый интерес у ребят. Меня больше всего впечатлило, когда мы заходили в первый зал, где из зеленого зала превращалось все в более… Картинка, да, появлялась? Да. В этой студии можно перемещаться в любые города, в любые места во всем мире. Простая стенка может превратиться там во всякие города, Москву, Лондон. Глубже погрузившись в телевизионный процесс и узнав о разных специальностях, которые существуют на канале, дети вдохновились профессией журналиста. В лидерах корреспондент и ведущий. Телеведущий. Почему? Ну, знаю, ну, читать там и все, и рассказывать обо всем, что узнают. Журналист. Почему? Потому что это очень интересная работа и очень много можно узнать от людей, о их мнениях. Экскурсию для учеников четвертого класса Винновской прогимназии вел как раз корреспондент и ведущий Максим Козлов, с которым ребята встречаются не первый раз. Он неоднократно снимал деток в их учебном заведении, поэтому экскурсия проходила в дружеской обстановке. Мы всегда рады гостям. Мы всегда устраиваем дни открытых дверей для тех, кто хочет посмотреть, как действительно устроено телевидение. Дети искренне интересовались и задавали действительно интересные вопросы, что, конечно, очень приятно. После такой впечатляющей экскурсии у учителей прогимназии возникла идея посетить телецентр Останкино и создать на базе учебного заведения свою мини-телестудию. Мы сегодня посмотрели много. Может быть, как раз что-нибудь у нас и получится. Может быть, мы первые будем, которые начнут это все делать. Такие экскурсии для учеников младших классов и воспитанников детских садов на Видное ТВ проходят регулярно. Не реже, чем раз в месяц. Поэтому с нетерпением будем ждать новых гостей. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.